Друзья, в этом ролике я бы хотел поделиться с вами довольно интересным ребусом. Такие задачки часто встречаются на собеседованиях в крупных компаниях, но даже если вы в ближайшее время не собираетесь менять работу, все равно сможете проверить свой уровень интеллекта в этой области. Итак, что нам предлагается? Слева задача попроще. Разделить незакрашенную часть квадрата на 4 равных по площади части. Справа задачка посложнее. Разделить незакрашенную часть квадрата на 4 равных по площади и по диаметрии части. То есть, если вы наложите их друг на друга, они должны полностью совпасть. Попробуйте поставить этот ролик на паузу и в течение минуты, а именно столько обычно дается на решение подобной задачи на собеседовании. Решить либо левую попроще, либо правую посложнее задачку. Потом с паузы снимите и посмотрите, были ли вы правы. Итак, можно начинать. Итак, друзья, переходим к решению. Ну, для большинства задачка, которая слева, сложности не представляет. Обычно на это нужно меньше минуты. Признаться, правую задачу за минуту я решить не смог. Итак, давайте сначала левая задачка попроще. Мы делим незакрашенную часть квадрата на равные треугольники. Их получается 12 штук. И после того, как вы 12 разделите на 4, вы понимаете, что каждая из частей, которая должна быть равна по площади, должна состоять из трех вот таких равносторонних треугольника. Итак, переходим к решению. Вот решение задачки, которая попроще. Три треугольника, еще три треугольника, еще три треугольника и еще три треугольника. Переходим к решению задачи, которая посложнее. Разделить незакрашенную часть квадрата на 4 равных по площади и по геометрии части. Здесь мы уже делим незакрашенную часть квадрата на 12 четырехугольников. Ну и дальше. Внимание! Вот решение задачи, которая посложнее. Каждая из этих частей, если наложить ее друг на друга, равна друг другу по площади и по геометрии. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, что левую задачку решили все, ну а правую решили почти все. Подписывайтесь на канал и всего доброго!